МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотелось бы узнать о проекте «Дорога бизнесу». Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, действительно, у нас с 23 января текущего года стартовал проект «Бизнес Кежоу» – «Дорогу бизнесу». Данный проект был презентован руководством нашего агентства. Цель данного проекта – это устранение административных барьеров в вопросах защиты бизнеса, ускорение решения различных их процедурных моментов, разрешительных документов, обеспечить также обеспечение прозрачности и своевременности принимаемых решений в интересах бизнеса. Искалия Вангельдевич, казалось бы, все ведомства государственные работают в этом направлении. У нас есть отдельная программа прокурорская, которую я веду, называется она «Зантэлемент». Со своей стороны сотрудники прокуратуры Аксюбинской области рассказывают, какую они поддержку оказывают бизнесу. Со своей стороны палата предпринимателей Атамикен очень часто приходит в студию. Вот, казалось бы, все инструменты есть, но, тем не менее, есть проблемы, я так понимаю, с которыми сталкиваются предприниматели. Расскажите, с какими вопросами они обращаются непосредственно ваше ведомство? Да, действительно, вопросы бизнеса, они где-то пересекаются, где-то они относятся к компетенции органов прокуратуры, где-то местных исполнительных органов. Но вопросу защиты бизнеса, я думаю, не должно быть никаких ограничений. Уже к кому они обратятся, по какому вопросу, дальше уже в рамках действующего законодательства идет распределение. Ну, например, бизнесмены к нам обращаются, в том числе и по вопросам, связанным и с коррупционными рисками. Например, этот проект, о котором мы тоже сказали, «Бизнес кежел», «Дорогу к бизнесу». Как я уже сказал, он был презентован и стартовал 23 января этого года. На территории Октябрьской области мы его реализуем совместно с региональной палатой предпринимателей. Очень много предпринимателей обращаются через данную палату, где-то напрямую, и совместно с палатой, где-то мы отдельно, где-то совместно мы приступаем к изучению этих вопросов. Но я хотел бы сказать, что данный проект, «Дорогу к бизнесу», он нацелен не сколько на решение интересов отдельно взятого предпринимателя, а сколько на решение системных вопросов. То есть одно дело, когда идет речь о защите интересов отдельно взятого предпринимателя, там больше идет акцент на устранение последствий. Другое дело, когда речь идет о выявлении системных проблем, и на основе кейса отдельно взятого предпринимателя мы выявляем риски. Дальше не просто мы разрешаем проблемы данного предпринимателя, но мы выходим с рекомендациями выполномоченных органов, для того чтобы эти риски были устранены. И тогда уже речь идет о недопущении подобной ситуации в будущем. То есть в этом и заключается особенность данного проекта, «Дорогу к бизнесу», чтобы устранение именно системных проблем, чтобы не создавать их в будущем. Все-таки я хотела бы уточнить, есть отдел предпринимательства, при областном акимате есть управление предпринимательства, есть палата предпринимателя «Атамикен», есть ДАМУ, поддержка бизнесу опять же, есть прокуратура. Но они решают именно индивидуальные вопросы. Вы в целом все это анализируете и решаете системные проблемы и вопросы. Я правильно понимаю? Насчет других госорганов я не могу сказать. Там, конечно, у каждого своя работа. Я не думаю, что они тоже ограничиваются отдельными взятыми. Но я говорю о данном проекте. Здесь этот проект, он нацелен прежде всего именно на устранение системных проблем. В качестве примера я, например, очень много примеров. Но то, что сейчас мне вспоминается, один из свежих примеров. Например, одна из ТО, которая связана со строительством жилых домов, построила многоквартирный жилой дом с 480 квартир. И так мы говорим о сфере строительства. Да, да, о сфере строительства. Совершенно верно. И в определенное время этот дом не подключался, его не подключали к различным инженерным коммуникациям. И предприниматель обратился к нам. Мы выяснили, мы не только способствовали подключению, но еще мы выяснили то, что в этом районе, вокруг, аналогично были построены другие дома. Какие-то подключались, какие-то не подключались, какие-то сразу подключались к инженерным сетям, какие-то затягивались длительные сроки. То есть вот эти риски, они как раз-таки создают вот эти коррупционные сферы. В этой связи мы обратились в Акимат, в полномоченные коммунальные службы. То есть мы не только решили эту проблему отдельно взятого ТО, проблему этого отдельно взятого дома, но мы вышли с рекомендациями, чтобы они отрегулировали этот вопрос, и чтобы этот процесс был прозрачный и единообразный для всех. Я понимаю, что сейчас вы говорите о проблеме именно в сфере строительства, новых жилых комплексов, новостроек, но я со своей стороны, как человек, который ближе к народу, все-таки я всегда переживаю за общественный резонанс, чтобы это не вызывало, чтобы все было тихо, мирно и спокойно. И вот в данном случае вопрос касается, люди ожидают своих квартир, то есть они вкладывали деньги, и только маленький вопрос, который не мог решиться на протяжении какого-то времени. В результате страдают люди. Совершенно верно. Насколько еще мы в ходе изучения данного вопроса для себя еще выявили, то что жильцы, покупатели этих квартир, они собирались проводить митинг, выйти на площадь, проводить митинг. То есть здесь еще и о социальной напряженности вопросов. Совершенно верно, да. Мы сняли социальное напряжение, и мы также, как я сказал, уже внесли рекомендации соответствующие уполномоченным органам, чтобы они вопрос сделали более прозрачным и на системном уровне решили эту проблему. Но в целом, вот при выяснении обстоятельств, вы как-то коммуницируете ведь с другими ведомствами? Вот о тех, о которых я уже говорила чуть ранее, это прокуратура, это отдел предпринимательства, управление, палата предпринимателей, потому что в любом случае это комплексный, мне кажется, подход. Совершенно верно, потому что и органы прокуратуры, что нам направляют отдельное обращение, и со стороны Акимата нам поступает отдельное обращение. Но, как я сказал уже, этот проект, он как раз таки ориентирует не просто на решение, разрешение данного конкретного заявления, а на то, чтобы мы не останавливались, а шли дальше, изучали, если эта проблема, она единичная или системная. Если системная, то мы уже начинаем копать глубже и выявлять эти риски, и выходим с соответствующими рекомендациями. Конечно, мы отслеживаем, настаиваем, чтобы они были разрешены. Какие-то проблемы, риски сразу решаются, какие-то требуют время, потому что они связаны с внесением каких-либо изменений, дополнений в нормативные акты. Это более такой длительный процесс. Но если касается организационных моментов, то они, как правило, разрешаются намного быстрее. Искалия Мангельдевич, все-таки я понимаю, что, да, порой выносятся на общественный суд такие вопросы и проблемы, но чаще все-таки у бизнесменов есть такой страх, да, сейчас мы обратимся, будет еще хуже. Это чисто человеческий фактор, мне кажется. И они в итоге остаются один на один с проблемой. Вот в данном случае, как преодолеть этот барьер и все-таки, да, прийти, рассказать о своей проблеме для того, чтобы решить. И как-то вот тот пример, который вы сейчас привели, снять социальную напряженность, если вдруг она будет в будущем. Да, действительно, тут скрывать нечего, такая проблема существует. Предприниматели иногда остаются один на один со своей проблемой. И здесь я еще раз хотел бы, вот, пользуясь вашей студией, еще раз обратиться к уважаемым предпринимателям, бизнесменам. Я уже с таким заявлением на площадке региональной палаты предпринимателей обращался к вам. Если есть проблемы, обращайтесь к нам. Мы готовы решить все, что в наших силах, в рамках закона. Не лоббируя ничьи интересы, в рамках закона мы готовы подключиться и оказать максимальную помощь в решении ваших проблем. Таких примеров, как я сказал, уже много. С начала старта вот этого проекта, только в Актюбинской области, мы защитили права более 130 предпринимателей. Особое внимание, скажем, привлекает у нас это коллективные обращения. Или, скажем, проблема, которая носит коллективный характер. Например, вот еще один из свежих примеров, это вот продление аренды на земельные участки. Вот тоже нами эта проблема была выявлена, что на момент проведения мониторинга мы выявили, что более 30 обращений, их рассмотрение затягивалось. То есть, истекли сроки, предприниматели обращаются, они да, они нет. И мы выявили, что данные обращения, там было обращение больше, но именно в отношении 30, необоснованно эти обращения были переданы на рассмотрение земельной комиссии. Почему? Потому что, согласно законодательству, если предприниматель добросовестно выполняет возложенные, то есть, выполняет условия договора, то пролонгирование этого договора аренды должно быть автоматически. Конечно, есть определенная служба, которая изучает этот вопрос, но без земельной комиссии это должно автоматически продлеваться. Тоже мы внесли такие рекомендации, и проблема эта была решена. Мы готовы дальше изучать этот вопрос. Почему? Потому что, с одной стороны, как бы понятно, да, общественность должна знать, как бы логика этих комиссий, существуют различные комиссии внутри местных исполненных органов, как бы понятно, само слово комиссия, она ассоциируется с общественностью. Но есть и большой минус в этих комиссиях, то, что ответственность размывается. В случае явного нарушения чьих-то прав, когда стоит вопрос уже, к примеру, скажем, об уголовной ответственности, то органы следствия всегда сталкиваются с тем, что ответственность размывается. Властное лицо говорит, это комиссия. Комиссия говорит, ну, мы комиссия, его подпись поставили не только мы, но и должное лицо. То есть есть такой риск. Насколько мы знаем, сейчас этот вопрос обсуждается тоже на более высоких уровнях. И, возможно, права этих комиссий будут ограничены, а, возможно, вообще будут они как-то упразднены. Этот вопрос обсуждается пока. Вот таким образом мы подошли к следующему, мне кажется, основному и важному вопросу, потому что есть проблемы, есть решения. Да, хорошо, что этот вопрос решается. Но что происходит с теми, кто нарушает, скажем так, пункты закона? Какие меры вы применяете к государственным учреждениям? К должным лицам, да, скажем так. В том числе? Да, в том числе. Существует... Здесь, конечно, наш закон, наше законодательство, оно в достаточной мере защищает как права предпринимателей, так и в достаточной мере регламентирует ответственность государственных служащих и государственных лиц. Существует три уровня ответственности. Это дисциплинарная ответственность, вплоть до увольнения с госслужбы. Это административная ответственность. Есть статья специальная в кодексе об адном правонарушениях. Там максимальное наказание – это штраф до 100 минимальных расчетных показателей, до 100 МРП. И есть статья, соответствующая в уголовном кодексе. Это 365-я статья. Эта статья состоит из четырех частей. Максимальное наказание – там до 10 лет лишения свободы, с конфискацией имущества и по жизненным запретам на занятие параллеленных должностей или занятие определенной деятельностью. То есть три уровня ответственности. Они существуют? Да, да, они законодательно закреплены. У нас эфирное время завершено, но тем не менее я не могу не спросить напоследок о планах по данному проекту «Дорога бизнесу». Буквально в двух предложениях, если вы могли озвучить ответ. Планы у нас те же самые. Это выявление системных проблем. Прежде всего системных проблем. Внесение качественно хороших рекомендаций, чтобы все вот эти барьеры искусственные, административные барьеры, волокиты, то, о чем вы говорите, чтобы они были устранены на уровне законов, подзаконных актов, на организационном уровне. Чтобы после рассмотрения какого-то кейса, отдельно взятого, что в будущем будущие предприниматели, будущие бизнесмены и просто граждане, которые решили бы заняться предпринимательской деятельностью, не сталкивались с этим никогда в будущем. Спасибо огромное за ваш ответ. Напомню, сегодня в студии был Саламатов Яскали Амангельдеевич, руководитель департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Актюбинской области. Уважаемые телезрители, еще раз хочу уточнить один момент. Если вы не успели полностью посмотреть интервью, вы сможете найти его на нашем YouTube-канале. Тема достаточно интересная. Я думаю, вы выделите для себя тезисно очень важные вещи и детали. На этом наша программа завершена. До скорых встреч. Генеральный партнер программы ТО КТП